Ульяновцы Мы играем очень сложный концерт. Она заказала проблему, создала очень сложный концерт, который очень и очень редко играется. Гениальнейший концерт Шостаковича, который ставит огромные задачи перед солистом и перед оркестром. Это, конечно, очень интересно. Мы уже проиграли, казалось бы, сложнейшую музыку, но с ней было очень легко репетировать. Это, конечно, радостно. По серьезности тона и экспрессии первый скрипичный концерт сопоставим с лучшими симфониями Шостаковича. Но в отличие от симфоний, сквозь все четыре части проходит один и тот же герой, олицетворяемый солирующей скрипкой. Думаю, что это не очень женский концерт, поэтому просто физически очень трудно. Один раз я сыграла этот концерт с Израил Филармоник, и я потеряла даже сумечок на сцене. Я не играла последние ноты, потому что так очень сложный концерт для меня. Но это самый любимый концерт тоже. И когда я поработала с моим профессором Броном и Масраковичем, я узнала, сколько эта пьеса цена для русских людей. Это было первое совместное выступление японской скрипачки Маюка Камио и Ульяновского симфонического оркестра. В ноябре в этом же составе они поедут на гастроли в Японию. Это действительно какое-то уникальное событие, более всего для симфонического оркестра и для региона. Потому что региональные оркестры, мы знаем, что большую часть попадают именно, конечно, столичные коллективы и импресария, которые выбрал, действительно осуществил отбор и принял решение пригласить ульяновский симфонический оркестр. Это дорого бы стоит. И, конечно, возлагается серьезная миссия. Концерты ульяновских музыкантов в стране восходящего солнца будут предварять перекрестный год России и Японии. Ирина Антонова, Новости Ульяновской правды.